хочет от каждого из нас повседневной жизни вот такой ежедневной нормальной жизни и как работает эта жизнь это очень интересно понять правила потому что если ты выезжаешь и не знаешь правила движения то что то все вот в индии например я бы не рискнул ездить за рулем потому что в индии все ездят интуитивно это этим отличаются этим отличаются люди которые служат свершнему интер интуитивно интуиты а те кто служит по торе значит те кто служит интуитивно они в любой момент вот как ему кажется что это сегодня добро вот так утром просыпается и говорит сегодня мне будет чувство на интуиция что надо дома остаться не пойду на встречу говорят ну как а ты же договорился человек тебя ждет духовность духовность все могу идти могу не идти очень классно но это это получается самообман и сегодня как раз об этом сегодня мы поговорим об этом сегодня вторник третий день недели и мы подошли к волнующему моменту когда белян которому бог запретил ехать проклинать и в весне народ он все-таки выезжает из дома выезжает из дома потому что в итоге когда он спросил второй раз всевышнему сказал ладно иди с ними кто тебя приглашает проклинать но будешь говорить только то что я тебе скажу то есть тот путь по которому человек хочет идти его ведут и вот он так беля мой сказал ладно говорит иди но говорит скажет то что эти скажу и вот начинается 3 отрывок недельной главы так и стал белям утром и оседлал он свою ослицу и пошел он с министрами мало значит казалось бы простая фраза в торе которая ну чек читает обычно особенно с переводом он читает не знаю как переводе там есть сына и дальние переводы с сына и дальние какие то есть переводы которые переводили там сто триста четыреста лет назад и я не знаю как перевели они это выражение но дальше после перевода есть же еще четыре уровня понимания торы пшат простой смысл рэм из намек драж шифр и сот тайна значит что мы отсюда видим что белям настолько он хотел настолько он хотел быстрее идти проклинать то есть у него было желание проклясть что он сам утром встал и сам он утром за за запряг свою ослицу и пошел он когда написано вместе когда написано вместе пошли то имеется ввиду была у них одна идея они были единомышленниками вместе шли вместе думали то есть это скрыто как бы второе чуть-чуть слой внутри теперь что здесь намек на что идет есть такие же слова когда бог приказал когда бог приказал аврааму аврааму идти приносить жертву ицкака написано ваекам авраам бабокер то есть устная тора сравнивает беляма и авраама есть впертия вот целая мишна на эту тему что нужно быть как ученики авраама чем отличаются ученики последователи авраама от учеников последователей беляма и значит и авраам встал и запряг тогда он тоже запряг осла кстати и белям встал запряг свою ослицу надо обратить внимание авраама был осел а у беляма ослица и значит пошли они выполнять волю всевышнего только у авраама было единственное его было намерение выполнить точно волю всевышнего какой бы она ни была а у беляма было намерение продавить свою волю и заставить всевышнего чтобы всевышний сделал как хочет белям при этом белям понимал что против всевышнего не попрешь и он соглашался 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 но у него было намерение идти против воли всевышнего это разница и что к чему это приводит значит и разгневался всесильный что он пошел и встал ангел всевышнего на пути чтобы ему мешать а он ехал на свои ослицы и двое было сопровождающих подростков с ним очень непонятно то есть вообще непонятно с одной стороны всевышний говорит ему иди с другой стороны он пошел и всевышний на него разневался что мы отсюда учим мы вспоминаем отсюда несколько других случаев в торе когда например мошер обейну бог сказал мошер обейну шлах лыха малахим пошли себе посланцев землю израиля он послал разведчиков они потом согрешили мошер обейнув за этого не зашел землю израиля то есть бог все время дает человеку выбор ну знаете как муж жене говорит слушай я пойду с друзьями она говорит ну иди он говорит я поздно приду она говорит ну значит понятно вот это ну приходи ну иди это не значит иди дорогой и приходи дорогой это значит ну ну типа иди и посмотрим что из этого получится то же самое всевышний он сказал ему иди но когда он пошел всевышний то читает сердца и в этот же самый момент начинает выходит ангел от всевышнего который выходит ему мешать здесь мы можем можем мы здесь вот понять как работает вот это вот индивидуальное проведение вот человек например задумал какой-то проект и он задумал какой-то проект и он молится чтобы этот проект получился и он но этот проект в итоге он его может привести какой-то негативной негативным последствиям да то есть всевышний ты он знает и побуждение сердца и он знает и вот я приведу примерно например какой-нибудь там религиозный бизнесмен с пятью детьми он приезжает на какую-то встречу там по бизнесу да приезжает он по бизнесу на какую-то встречу и значит ему предлагают какой-то проект и он увидел там какую-то в том офисе какую-то там секретаря или там какую-то участницу проекта с той стороны которая ему очень понравилась и он как бы он но говорит ну да да будем делать этот проект да проект нужен проект нужен да да хороший проект а в итоге так всевышний то знает что ему не проект нужен а секретарша это или или там какое-то у него есть побуждение внутреннее которое он может и сам себе не отдает отчет насколько оно для него является определяющим его решение вступить в этот проект то есть с одной стороны вроде проект хороший с другой стороны его побуждение двигаться туда может привести его каким-то негативным последствиям его жизни всевышний он же знает все и все 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 помыслы людей все какие-то все от него все ему открыто и поэтому когда он начинает двигаться выходит ангел ему начинает мешать и увидела слиться этого ангела бога который стоит на пути и значит харбош луфа бе до меч значит меч крутится в его руке значит еще раз когда тора нам дает вот эти вот описания да то это же говорит тора языком людей но людей того времени сегодня нам бы показали бы этого ангела виде может быть дрона какого-нибудь да слиться бы увидела дрона который завис над дорогой то есть на тот момент это было то что представляет опасность тора показывала что кто-то крутит мечом над головой то есть для всех было понятно что человек который крутит мечом над головой это значит опасность для жизни поэтому не факт что ангелы выглядят с мечами то есть это восприятие людей которая 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 воспринимает опасность каждый раз накладывая на нее те картинки которые уже есть в картотеке слайдов знаете как у нас у всех голове есть слайды 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 мы накопили каждый накопил свой опыт и потом когда мы что-то видим то там темнота у одного в темноте сразу выскакивают там из фильмов ужасов персонажа у другого в темноте выскакивает там страшная какой-то паук там ему кажется то есть человек накладывает свой опыт на на какие-то сигналы ожидания в общем увидела с лица этого ангела и свернула нас пути пошла на в поле и беляб начал бить эту ослицу свою на ее бьет знаете как погонщики бьют куда ты идешь она идет значит поле и ангел опять преградил путь и там уже была дорога между двумя виноградниками обложенная камнями значит один забор с одной стороны с другой с другой ангел стал там она значит прижалась к стене и прижала ногу беляма он ее сильнее начал бить тогда он стал в другом месте уже в узком месте ангел что там невозможно было пройти ни вправо ни влево во всем этом есть огромные огромные смыслы которые в этом зашифрованы под ну то есть там есть целые целые а в тайне там вообще мир и мир и как бы отражаются в этом во всем событии но в общем мы сейчас идем по простому смыслу когда ангел преградил узкое место в дорожку ослица легла и все двигаться дальше отказалась и и разгневался белям и начал он бить ослицу палкой и тут написано открыл бог рот ослицы и сказала на беляму что ты делаешь она ему говорит зачем ты бьешь меня три раза чем ты уже третий раз бьешь значит и сказал белям ослицы а ты издеваешься надо мной нет если бы был месяц моей руке я тебя убил бы и сказала с лица беляму разве я говорит твоя с лица на которой ты ездишь уже всю жизнь до этого дня разве я говорит когда-то тебя подводила говорит нет и тогда открыл бог глаза беляма и он увидел ангела бога который стоял на пути и меч был у него в руке и упала на землю поклонился ангелу всевышнего и сказал ему ангел бога что это ты бил свою ослицу три раза это я говорит вышел для того чтобы тебя остановить в пути и увидела меня с лица и спустил сошла на с пути три раза и значит если бы она так не сделала то я бы тебя убил а я она бы осталась жить то есть она тебя в принципе спасла это с лица и сказал белям ангелу бога согрешил я не знал я что ты стоишь на пути а теперь если плохо то что я сделал то что я пошел я вернусь то есть я уже понял это для меня был очень четкий знак и сказал ангел бога беляму иди к этим людям но скажешь ты только то что я скажу тебе говорить и пошел дальше белям с министрами балака и услышал балак что он приходит вышел он его встречать значит и и сказал белям балаку я говорит пришел к тебе но я смогу говорить только то что бог вставит мне в уста то я и скажу все и завтра мы узнаем что говорил как дальше развивали события а теперь давайте обсудим что мы отсюда учим что мы можем отсюда понять значит первое на что обращают внимание все мудрецы что на иврите слова осел хамор это хомор 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 это материальность и белям у каждого из нас есть материальная часть да это тело то есть это такая личная ослица у каждого из нас есть внутри и осел и козел и баран и бык и кошка наверное у кого-то есть там и собака то есть мы часто как бы проявляем качество различных животных кто-то как муравей такой трудолюбивый да а кто-то попрыгунья стрекоза лето красная пропела оглянуться не успела а зима глядит в глаза все значит то у каждого человека внутри есть вот этот осел и ослица которые которые пытаются управлять жизнью теперь они управляют жизнью по не не сами по себе то есть все животные они полностью находятся в в неком инстинктивном запрограммированном движение которое запрограммировал бог то есть животное у них нет свободы выбора они полностью подтверждают они управляются инстинктами и внешней реальностью то есть у них нет размышления правилах поведения у них нет ничего что может его остановить от того чтобы сделать то что он хочет или то что требует от него настоящий момент то есть животные они полностью автоматически и такие биороботы у которых есть внутреннее побуждение и внешняя реальность которая ими управляет да у них нет вот того аппарата которая есть у человека который называется интеллектуальная интеллектуальная система правил принципов знаний ожиданий и так далее то есть человек он может в момент когда у него есть побуждение что-то схватить его его остановить может что это кошерное или не кошерное то есть система знаний может человека остановить у животного его может остановить только страх если он видит еду его там Там эта еда, она может его ударить током. Ну, например. Иначе, если это еда, то это еда. Если это размножение, то только более сильный соперник может его остановить. Или если... Ну, то есть, и все. У него нет правил, поведения, законов, ожиданий, что вот, как я буду детей рожать, как я их буду кормить. Кошка не думает. Вот нет у нее вообще такой даже мысли о том. Она даже не знает, что у нее дети рождаться будут. Она просто... У нее инстинкты. Теперь, значит, едет Белям на этой ослице. И он претендует на то, что он такой великий пророк, что он может проклясть и врести народ и уничтожить. То есть, его позвали, в принципе, уничтожить народ. Но он не может справиться со своей ослицей. Он не может справиться со своим животным. И это такой знак, очень важный знак для каждого из нас, что человек, который задумывается о каких-то гиперпроектах, он прежде всего должен справиться со своим телом. Потому что, если он со своим телом не справляется, то в какой-то момент оно его все равно победит. То есть, тело сильнее, чем вот эти все правила. Если ты не установил с ним целую систему взаимоотношений, которые выстраиваются годами. Управление телом, управление своим здоровьем, управление своими инстинктами, да, это то, что, в принципе, является целью, одной из целей изучения тора и соблюдения заповедь, выстроить систему по уровню царь, мэлэх. Моах – это управляющая часть. Лев – сердце, желание. Она должна быть подчинена управляющей царь части интеллекту. И кавет – мэлэх, кэ – это последняя буква, кавет – это печень дословно переводится. Печень – это то, что вырабатывает кровь, там такая животная душа, она в крови человека. И оно должно быть, инстинкты должны быть подчинены, подчинены, значит, интеллекту. Тогда у человека он царь. А если человек, значит, он, у него эмоции на первом месте, он лэмэх. Лэмэх – это был один из персонажей книги «Берешит». Лэмэх – это был, он не был сыном Ноаха, он был до Ноаха, значит, не помню, чем он был сыном. Один из десяти поколений от Адам Ришона до Ноаха, его звали Лэмэх. И он, значит, у него было две жены, он был такой эмоциональный, там он хлопнул в ладоши, убил кого-то. То есть человек эмоциональный, которым управляют эмоции, он, в принципе, вообще не управляет своей жизнью. То есть он раб своих эмоций. Эмоции – это нечто, что не управляется интеллектом, да. Поэтому очень важно, тот, кто тренирует свою эмоциональную сферу, он умеет обуздывать эмоции. То есть отказаться от эмоций мы не можем, это программа. Но мы должны уметь управлять этими эмоциями и не давать негативным эмоциям управлять нашей жизнью. Теперь ИИЧ, у которого инстинкты управляют им, называется КЛУМ. КЛУМ – это как ничего, ну, пустота. Пустота или КАЛЭМ – это же слово читается как позор, да. Есть люди, которые действительно животные. Вот ты смотришь на него и думаешь, ну, ты животное, конечно. А почему? Потому что он и не скрывает, он говорит, да, я… А что, я человек, действую по инстинктам, да. Очень смешно. Вот. Хорошо. Теперь дальше, двигаемся дальше. Вот здесь мы поняли из этого отрывка, что Всевышний управляет животными, а человек, он должен тоже управлять животными. Но очень часто животное управляет человеком. Это вот то, что мы поняли. И Белям, который был, несмотря на то, что он был пророком, то есть у него была возможность выходить в Wi-Fi, выходить в духовный мир и соединяться со Всевышним, но в нем управляющее счастье все равно было его животное, а не его интеллект не Всевышний. То есть знать о том, что есть Бог, недостаточно, чтобы действовать, как Бог сказал действовать. И вот это то, что мы учим из Беляна. Все. 27-я глава сегодня, Мишлей. 27-е число. 27-я глава. Значит, отлично. Сейчас вот мы очень взялись за книжку, чтобы книжка была у каждого. Это очень интересно. Я вам гарантирую, если вы будете каждый день учить книгу Мишлей, 31 глава, вот за месяц вы будете заканчивать, да, 10-15-20 минут в день, уделять именно изучению Мишлей и мудрость царя Соломона, даунлоу, да, делать ее, инсталлировать в свое мышление и действовать, как советовал царь Соломон, то у вас будет в жизни вот все, о чем вы мечтаете, все у вас будет. И мечтать вы будете только о правильных вещах. Значит, первый отрывок очень такой, очень, мы его слышали наверняка в детстве, в народной мудрости. Многие люди, они действительно так думают. И это, это истина, это Тора. Не прославляйся, не хвастайся завтрашним днем, что не знаешь ты, что родит этот день. То есть здесь есть два как бы принципа. Первый принцип, что мы не знаем, что будет завтра. Второй принцип, нельзя хвастаться тем, что родится у тебя завтра. А может оно не родится, если ты не знаешь. Я помню, когда-то я этот принцип выучил на, где-то я был в классе в четвертом или в пятом классе, по-моему, я был. И я начал заниматься каратэ. После первой же тренировки я втайне сказал нескольким своим одноклассникам, что вот вы знаете, есть там хулиган один, который на нашем потоке, тоже пятиклассник, но он был там несколько раз старогодником, машина была такая. Я на всю жизнь запомнил его имя, фамилию. Его фамилия была Дейнека. Имя не помню, Дейнека его звали. Значит, фамилия. Я говорю, вот увидите, через три месяца тренировок каратэ я его смогу победить. То есть он был гроза всех, его все боялись. Он был такой бандит-бандит. Несколько раз старогодник, то есть нам было там, например, в пятом классе, не помню, сколько лет, там, 12-13 лет, а ему было лет 15 уже или 16. Я им рассказал, троим знакомым, похвастался, что через три месяца занятия каратэ я смогу победить Дейнека. В этот же день, после школы, стоим мы, значит, на стадионе школьном. И идет Дейнека со своими мафией, толпа такая, да, идут уже. Им рассказали, что вот этот вот Пентусевич, он обещал тебя побить. А я же вообще еще не готов после одной тренировки, я же не готов. И я помню, я тогда с ним очень, очень сильно дрался. До этого у меня был тоже там один принцип, что лучше нападать первым. Если ты видишь, что тебя хотят побить, то лучше напасть первым и убежать, значит. Напал я, напал, убежать не успел. В общем, я домой пришел, у меня такое лицо было, что я на всю жизнь запомнил. Мама спросила, что с тобой? Я говорю, мне мячом баскетбольным несколько раз в лицо попало. Играли в баскетбол, говорю, поэтому лицо такое разбитое. Не хотел я рассказывать маме, что меня избил Дейнека. Значит, если бы я знал тогда, что не хвастайся завтрашним днем, что не знаешь ты, что родится завтра, я бы не хвастался, конечно. Я бы спокойно занимался карате и все. Теперь второе. И алельха, оно следует из первого. Будут прославлять тебя другие. И не твой род. Но хри, другой человек, чужой, а не твои уста. Значит, этот принцип для тех, кто хочет продвигать себя. Сейчас очень сильно развито, вот, как бы, люди хотят быть брендами, самопродвижением. Вот здесь великая мудрость. Люди должны про тебя рассказывать. То есть, отзывы, какие-то публикации. То есть, когда человек выходит и говорит, я там крутой, это вызывает часто противоположный эффект, не верят. Хотя, если вы покажете дипломы, то, опять же, диплом свидетельствует, что кто-то вам дал диплом. То есть, вас уже тогда прославляют чужие. И пока дипломы, отзывы о вашей работе, это все вас прославляют чужие уста. Нельзя сказать, я лучше в своем деле, я там чемпион. Если я чемпион, у вас есть медаль. Вам какая-то организация дала медаль и сказала, что вы чемпион. Вот мне дали медаль, вот такую-то, да. Это очень важный момент, что в устной торе есть такой закон, который очень парадоксальный. Для человека логика он непонятный. Он звучит так, что тот, кто гонится за славой, слава от него убегает. И тот, кто убегает от славы, слава гонится за ним. Значит, что здесь скрыто? Человек, который хвастается, ему важная слава, ему все время будет не хватать. То, зачем ты гонишься, тебе всегда этого мало. Если человек убегает от славы, он говорит, мне не нужна никакая слава, да. То, что у него есть избыток славы. В любом случае, тогда люди будут, все равно же о нем будут знать. И тогда получается, что слава будет гнаться за ним. То есть, у него будет избыток. То, чего ему не надо, оно будет все время у него больше, чем ему надо. А если тебе это надо, тебе всегда будет не хватать. Парадокс, парадокс. Хорошо. Дальше здесь есть очень много разных советов интересных. Давайте. Тут и про семейную жизнь, и про бизнес, и про партнерство. Значит, давайте сейчас. Вот интересное. Интересное здесь есть такой отрывок. 17-й отрывок. Очень важный. Железо об железо затачивается, а человек затачивается о ближнего своего. Значит, есть такой у нас преподаватель, Вадим Зинович, например, Рабинович. Вадим Зинович, когда-то в молодости, у него был очень тяжелый жизненный путь. И он встречался на своем жизненном пути с разными людьми, которые были нападающими. Они всегда нападали. Там, где идет власть, там собираются люди, которые особенно борются за власть. Это самые опасные люди. То есть, на любой верхушке пирамиды власти, там, возьмите любую страну, Нитанияу, там, я не знаю. Ну, то есть, все, кто залезли на эту вершину власти, Байден тот же, да, это бойцы, бойцы, которые всю жизнь воевали за власть. То есть, с кем они воевали? С такими же воинами за власть. Они, это самая вот политика, это конкретные вот такие прямо воины за власть. Теперь, когда они сталкиваются друг с другом, то каждое столкновение, каждая схватка, она человека затачивает. Как железо об железо затачивается, так же любые конфликтные вот эти ситуации, они затачивают. Есть известная история, как этот принцип работает в духовности, в хороших, в правильных вещах, он тоже работает. Есть известная история, как Раби Йоханнан, Раби Йоханнан когда-то пригласил главу разбойников Рейш Латиша, чтобы он стал его учеником. И глава разбойников Рейш Латиш стал его учеником, и они все время спорили. И как-то в одном из споров Раби Йоханнан имел в виду что-то одно, и Рейш Латиш понял по-другому. Он как-то грубо ответил, Раби Йоханнан обиделся, а когда мудрецы такого уровня, которые близкие ко Всевышнему, они там обижаются или гневаются, то это оказывает огромное влияние на духовных разных уровнях. В общем, Раби Йоханнан обиделся на Рейш Латиша, и Рейш Латиш умер. Он умер, представляете, заболел и умер. Раби Йоханнан очень расстроился, он порвал одежду, как о сыне, он очень переживал. И мудрецы, чтобы спасти Раби Йоханнана от этих переживаний, самого лучшего мудреца хотели заменить Рейш Латиша. И когда Раби Йоханнан говорил какую-то вещь, какой-то закон истории, то этот, которого дали мудрец, он говорил, да, есть 24 подтверждения, и он ему давал истории, 24 подтверждения того, что он сказал. А Раби Йоханнан ему говорит, где же Рейш Латиш, где же Рейш Латиш, он говорит. Когда я говорил что-то в Торе, он ему говорит, ты мне даешь 24 подтверждения, что я правильно сказал. Он говорит, да я сам знаю, что я правильно сказал. Зачем мне это подтверждение твое? А Рейш Латиш мне давал 24 каких-то противоположных вопроса, да, он давал, вскрывал противоречия, он мне давал 24, как бы нападал на мое мнение. Я ему 24 давал ответа, и Тора таким образом развивалась, да, то есть развивалось мое понимание, его понимание. То есть железо об железо, как здесь написано, железо об железо, яхэт, затачивается, виш, яхат, нереу. А человек затачивается у ближнего своего. Значит, заплакал Раби Йоханнан и умер тоже. Да, это история в трактате, в трактате Баба Мецея, 7 глава. Значит, и последнее, давайте на позитивной ноте закончим, на позитивной ноте. Девятнадцатый отрывок. Камаем апаним ля паним, как вода отражает твое лицо, кен лева адам ле адам. Также сердце человека отражает твое сердце. То есть, когда люди общаются, не только когда они конфликтуют, даже когда они просто сидят и смотрят друг на друга, то они передают друг другу свое состояние, эмоциональное, интеллектуальное. С кем поведешься, от того и наберешься. Это известная народная мудрость, которая объясняет вот этот вот притчу царя Соломона, что человек смотрит в воду, видит свое отражение, и сердце человека, его эмоциональная часть отражает твое к нему отношение. То есть, мы все как сообщающиеся сосуды. Поэтому то, что мы с вами учим Тору, оно наполняет светом весь мир вокруг вас. Все люди через вас становятся более светлыми и приближенными ко Всевышнему. Поэтому то, что вы сейчас 30 минут посвятили изучению Торы, если особенно вы запишите свои выводы, инсайты, если вы это повторите, если вы в течение дня будете думать мысли, связанные со Всевышним, с Торой, молиться, благодарить, то вы будете в своем сердце создавать божественный свет. Люди вокруг вас будут его, этот свет, получать и отражать. И таким образом, чуть-чуть света, одна свечка, она разгоняет темноту в целой темной комнате. Поэтому вот нас здесь сегодня, сейчас на уроке, там, 100, где-то 160 человек, да, в трех сетях. В Ютубе проходят уроки, в Телеграме и в Фейсбуке. То есть вот 160 человек, но если взять вот эти вот 160 свечей и взять, сколько света вы сейчас создаете вокруг себя, то это, можно сказать, самое светлое сейчас место в мире. Все, удачи, успехов всем, чтобы Всевышний в заслугу ваших Торы, добрых дел и молитв, чтобы Он услышал ваши молитвы и дал благополучие, здоровье, прекрасные отношения с людьми, мир. Шалом, чтобы был шалом в душе, шалом в семье и шалом в мире, чтобы закончилась война и все злодеи, чтобы они в своем злодействе или погибли, или исправились. У них два варианта у злодеев, или умереть, или стать праведниками. Все, удачи, успехов, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok